Сохранить, но не приумножить россияне не ждут финансовых потрясений. Почти половина россиян надеется на то, что их доходы в этом году не сократятся. Так ответили 41,4% респондентов социопроса МФК «Займер». 25,7% участников опроса менее оптимистичны. Они уверены, что в 2019 году их денежные поступления снизятся, а стоимость товаров и услуг увеличится. В то же время опрошенные известиями аналитики больше склоняются к тому, что снижение доходов россиян не будет драматичным. Эксперты надеются на то, что кредитная активность граждан сохранится. При этом они советуют россиянам грамотно подходить к оформлению новых займов, траты должны быть хорошо продуманы и не превышать 35% ежемесячного дохода. Какие наши цены ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году, рост НДС и акцизов на бензин изменит стоимость электроники, бытовой техники и некоторых продуктов питания. Участники опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования робот «Займер» специально для известий не проявили явных финансовых опасений по поводу 2019 года. 41,4% респондентов настроены оптимистично. Они рассчитывают на то, что, хоть цены и увеличатся доходы останутся на прежнем уровне. Четверть опрошенных, 25,7% полагают, что в наступившем году доходы населения несколько снизятся, а цены вырастут. Предпочитают не загадывать, а принять то, что будет 13,4% граждан. Больше всего участников исследования волнует повышение НДС до 20% и последующее за этим увеличение цен на товары широкого потребления. Стоимость популярных товаров в этом году действительно увеличится. Ранее известия писали, что Центробанк в своем обновленном докладе о денежно-кредитной политике прогнозирует рост цен на топливо, вино, табак и автомобили. Они подорожают в диапазоне от 0,2 до 4,6%. При этом инфляция ускорится с 4 до 5,5%. Удорожание бензина повлечет за собой расходы на транспортировку, а это коснется практически всех производителей. Из-за этого также могут подорожать бытовая техника, электроника, обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска окажутся и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи. Цены. Участники опроса не проявили явных финансовых опасений по поводу 2019 года фото, известия, Алексей Майшев. Страдательный налог. Цены на основные продукты могут обогнать инфляцию вслед за повышением НДС в 2019 году хлеб. Яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4,11 прогнозы аналитиков из топ-40 банков в целом совпадают с результатами опроса. По мнению директора по аналитическому маркетингу банка АК Барс Руслана Селиванова, в 2019 году доходы населения, если и покажут рост, то слабый. Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский отметил, что у социальных групп в различных отраслях экономики и в разных регионах есть ощутимый разрыв в динамике доходов. Поэтому у отдельных семей денежные поступления могут снизиться сильнее, чем в среднем по стране. Впрочем, снижение доходов граждан не будет драматичным, уверен директор операции на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. Они лишь будут постепенно подъедаться растущей инфляцией. Мнения аналитиков по поводу изменения финансового поведения россиян в наступившем году разделились. Так, например, предправление ЛОКО Банка Ирина Григорьева считает, что спрос на кредитование будет охлажден ростом процентных ставок и цен, а в первом квартале часть населения, возможно, вернется к сберегательной модели финансового поведения. В банке Акабарс, наоборот, считают, что кредитная активность населения сохранится, как и потребительская модель поведения. На умеренный рост спроса населения на кредитные продукты рассчитывают и в русском стандарте. Цены В банках обратили внимание на то, что сейчас люди пользуются кредитами весьма ответственно фото, известие, Андрея Штрём при этом в банках обратили внимание на то, что сейчас люди пользуются кредитами весьма ответственно. По словам Станислава Дужинского, наиболее востребованными в 2018 году были потребительские займы на ремонт. Также люди брали средства на покупку недвижимости, автомобили, крупной бытовой техники и на путешествия. Он подчеркнул, что в большинстве случаев эти покупки планировались заранее. Параллельный мир клиентов оценит по платежам за услуги ЖКХ выносить решение о выдаче займа будут на основании финансовой дисциплины граждан, чтобы пройти 2019 год с наименьшими финансовыми потерями, эксперты рекомендуют россиянам здраво оценивать свои возможности и осторожнее подходить к планированию бюджета. Руслан Селиванов из Банка Акабарс напомнил, что необходимо быть более сдержанными, не делать спонтанных покупок, обдумывать целесообразность больших трат и иметь финансовый запас прочности как минимум на несколько месяцев. Желательно, чтобы траты на обслуживание кредита не превышали 30-35 от месячного дохода, посоветовал директор по развитию розничного бизнеса почты Банка Григорий Бабаджанян. Для того, чтобы значительное количество россиян не оказалось в долговой яме, Центробанк принял свои меры. Как писали ранее известия, в октябре в силу вступил нормативный акт Банка России, который обяжет финансовые организации с 1 октября этого года проверять кредитную нагрузку потенциального заемщика при выдаче займа от 10 тысяч рублей или при увеличении кредитного лимита по карте.